Ой, какой кошмар, оказывается, записал, она не зафиксировалась, не записалась, такая эмоция, такой кошмар, такой стресс, как мне поступить? Вот я это говорю, а сам вот так делаю. Ну, видите, да, то есть я совершаю действия резонансные моему состоянию, то есть синхронные моему состоянию в момент моего переживания. Так вот, эмоция, оказывается, это блокада разума, блокада сознания, это доминанта, эмоция – это стресс в данном случае, это транс, это доминанта, потому что доминанта, она обладает физиологической способностью заслонять всё. Она обладает способностью генерализации по всем уровням, от макушки до пяток. Поэтому, когда человек в эмоции, в эмоции, он ничего не видит, не слышит, это блокада, он там внутри этой эмоции думает, что он во всём прав, вообще не прав. Он в эмоции, понимаете, в чём дело, и поэтому многие пишут эмоциональный интеллект, научитесь управлять эмоциональным интеллектом, что они под этим подразумевают. Ну, кто-то это читает, может быть, так, что научись управлять апатией, а другие читают, что научись управлять своим реактивным реагированием, инерцией своего мышления, психологической инерцией. Допустим, у тебя есть какая-то проблема, тебе надо книгу писать, а у тебя вдруг эмоции, что у тебя там глава пропала в компьютере. Как быть, как быть, как жить, что ж теперь делать? Завис. Вот это зависание, вот эта зацикленность требует разгрузки, то есть надо всё это убрать, выйти из этой эмоции, выйти из доминанта, выйти из этого стресса, который транс, стресс – это транс, то есть самогипноз. Ну, конечно, чтобы уметь мыслить разумно, чтобы видеть шансы, которые выпадают всё время, а не как снег или дождь на улице, всё время шансы у человека выпадают, если он не находится в такой туннельной зауженности, в таком туннельном сознании, зафиксированном, надо снять вот эту зацикленность, выйти из эмоций. Ну, это эмоции бывают, фильм тяжёлый, посмотрели, спать не можете, вот, пожалуйста, зациклились, загрузились, надо разгрузиться. Дети как разгружаются? Они шалтай-болтай делают, а они там делают какие-то движения, сами делают, ваши дети понаблюдайте, они сами делают разгрузку такую. А мы взрослые люди, у нас сознание, и оно заполнено различными штампами, шаблонами мышления. Нам говорили, сиди ровно, сиди спокойно, плакать нехорошо мальчику, это девочки только плачут. Да, девочкам говорили, надо быть старательной, надо быть прилежной, аккуратной надо быть. Это всё правильно, но только это превращается иногда в штампы. Это становится, как бы, стереотипом, шаблоном, а не понятым пониманием. Потому что мы это не понимаем, потому что маленькие когда-то были, и поэтому мы просто брали всё, как говорится, вот это всё на будущее, как мы в детстве обучались, два за два, четыре, на будущее, ещё не зная, зачем это нам надо. Нам говорили, будешь взрослый, будешь считать, да. И мы впрок учились. И вот когда впрок учишься, так получается, шаблонизируется сознание. И поэтому в сознании очень много шаблонов. И оно нам мешает освободиться от эмоций. И поэтому нам многие психологи пишут о эмоциональном интеллекте. Ну, что под этим подразумевается? Ну, многие люди понимают по-своему. Например, понимают, что надо научиться работать с апатией. Или, например, надо научиться работать с тем, чтобы выходить из любой эмоции на здравый смысл, на состояние критического разума. Это когда ты одновременно и наблюдатель события, и участник одновременно. Когда ты не только участник события, потому что ты внутри этой эмоции, как и внутри события, ты ничего вокруг не замечаешь. Ты в этой раковине. Поэтому надо освободиться. Вот для того, чтобы освободиться, надо научиться разгружаться быстро, мгновенно, освобождаться от этих блоков, от этих страхов, от этих стереотипов, освобождаться и выходить на безмятежность. И в этом состоянии вы можете помечтать о желаемых переменах в себе. Например, вы хотите похудеть. Или вы хотите освободиться от какой-то вредной зависимости. Да, помечтать об этом. И тогда, получается, если у вас была одна доминанта, то есть эмоции негативные, допустим, здесь вы освободились от нее в нулевом состоянии и построили там другую доминанту. Потому что когда в нулевом состоянии вы мечтаете об образе будущего, каким вы хотите быть, что вы хотите иметь, какие способности открыть, таланты развития, какие задачи решить. Если вы об этом мечтаете, это сразу становится доминантой. Таким образом, из негативной доминанта вы создали позитивную доминанту. И вот этот путь из точки А в точку Б как раз-таки у вас через нулевое состояние. Это переходное состояние от одной эмоции к другой эмоции, от одной доминанта и к другой доминанте. И поэтому вы научаетесь управлять своим состоянием. Сначала вы это делаете там за минуты, а потом за секунды, а потом за мгновение. Только захотел, вот потерял голову в компьютере, не знаешь, что делать, не знаешь, как быть, не знаешь, как делать, и все, ну что, теперь придется мучиться, это ж только писать надо. Потом раз покачался вот так вот, переживал на фоне колебаний, соединил колебания с переживаниями, или с каким-то другим действием, которое хочется в этот момент резонансно сделать, с этим состоянием. Сделал, и вдруг пришла мысль, Господи, так это ж хорошо, что ты потерял, потому что ты теперь напишешь лучше. И написал лучше, благодаря этому есть у вас и книга, которую вы читаете. И много книг моих так написаны, когда я не только главы терял, а вот именно переделывал, и получалось лучше. Так это и есть, потому что я эмоциональный очень, но при этом умею управлять эмоциональным интеллектом. При этом умею выходить из этого штопора на состояние творчества. И вы так научитесь. У нас вебинар будет 1 декабря, 20 часов, когда вы научитесь решать все свои личные проблемы. Поэтому умею управлять уровнем своего напряжения, умею управлять как раз такими эмоциями. Выходить на ноль и там строить свой образ будущего. И таким образом научитесь управлять доминантами. Как сказал великий физиолог Кухтамский, автор теории доминанты. Кто научится управлять доминантами, тот научится управлять судьбой. До встречи, друзья.